Для того, чтобы вовремя получить паспорт готовности муниципалитета к прохождению отопительного периода, до 30 августа необходимо завершить обследование городского хозяйства и жилого фонда. В Анапе только многоквартирных домов свыше 600, десятки социальных учреждений. Приказ о создании комиссии есть. Члены комиссии у нас предлагаются Дроздов, главный инженер Анапа Гургаз, Варич Сергей Владимирович, главный инженер теплоэнерго, Сорокин Михаил Борисович, главный специалист управления ЖКХ, Ириян Александров Амазастович, главный инженер ООО «Тепловик», Плата Эдвард Эдвардович, директор ООО «Тепловиком», Соболев Борис Валентинович, главный государственный инспектор Северокавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Руководитель Анапского участка Росттехнадзора Владимир Соболев акцентирует внимание на подготовке к зиме социальных объектов. Ни один тепловой пункт не получит допуск к работе, если не будет заменена устаревшая электрика. Рекомендации надзорного ведомства в сфере образования взяли на вооружение. В состав комиссии включен специалист четвертого класса, который у нас в штате энергетики, и он проверяет каждое учреждение. Готовятся акты по результатам проверки, вписываются замечания, то есть уже эта работа идет. Участники совещания обсудили проблемный вопрос. Из года в год им становится котельная в СУКО, принадлежащая Министерству обороны. По словам Владимира Соболева, подведомственные управляющие компании меняются каждый год. Для проведения обследования котельной муниципалитет обращается в военную прокуратуру. Учитывая вот эти все нюансы, которые у нас существуют с имуществом Министерства обороны, главой города было принято решение о строительстве котельной в СУКО для того, чтобы снабжать жилой фонд, который там находится. И были поданы муниципальным образованием заявки, выделены муниципальные средства, и выделены краевые средства в сумме 35 миллионов, и муниципальные 15 миллионов. В общем, мы вошли в эту программу муниципалитет. И, в общем-то, 5 июля состоялся аукцион. Есть подрядчик, который будет строить котельную, и по срокам контракта 20 ноября завершение строительства котельной в СУКО. Затем мы ее сдадим в эксплуатацию. Я думаю, что уже в следующем году, в новом сезоне, жители Киблерова будут снабжаться от котельной в муниципальной. Результаты работы комиссии будут заслушивать еженедельно, для того, чтобы все выявленные замечания своевременно устранялись.